Часто вижу такую проблему в доте. Игроки не до конца понимают, какие есть роли в игре и в чем их задача. Давайте рассмотрим основные и дополнительные роли в игре. У героев есть несколько ролей. Это сделано в первую очередь, чтобы герои были гибкими. И могли построиться под конкретную игру. Начнем с первой роли. Это у нас Кэри. По-русски говоря, тащить. Герои, которые принесут команде победу. В начале игры они очень слабы и поэтому им нужна поддержка. Но позднее становятся весьма могущественными. Наличие большого количества таких персонажей в команде может усложнить игру. Так как игрок будет стараться получать опыт и лишнее золото. Что конечно замедлит получение опыта и золота другими союзниками. Поэтому не нужно пикать 5 Кэри. Пример Кэри. Фантом Ассасин. Дизеблер. Обезвреживание. Это герои, способности которых направлены на выведение из сражений одной или нескольких целей. Пример тому Шейкер. Лайн Саппорт. Поддержка линии. Герои, которые способны помогать своим Кэри героям. Стоя с ними на линии. Как правило, такие герои обладают способностями лечения или защиты. Самый лучший тому пример это Омник. Инициатор. У таких героев в основе лежат способности, воздействующие на большие области. Инициаторы, как правило, начинают драки, нападая неожиданно для противника. Запомните, главная задача инициатора обездвиживать и наносить урон всей вражеской команде. Оставляя возможность союзникам завершить начатое. То есть, инициатор инициирует, союзники завершают драку. Пример тому Магнус. Джунглер. Лесник. Герои, которые в начале игры получают опыт, убивая нейтральных крипов в лесу. Давая одному из ваших союзников возможность развиваться стоя соло на лайне. Преимущество такой тактики в том, что ваша команда получит больше опыта, чем команда соперника. Например, Чен. Саппорт. Поддержка команды. Герои, которые помогают союзникам зарабатывать больше золота и опыта. Они помогают обездвиживать врагов, давая возможность убить их союзникам. Принимают меры, чтобы команду не заставили врасплох. Такие герои практически не зависят от предметов. Поэтому часть золота должны тратить они на расходуемые предметы. А это какие, ответьте мне. Это Кура. Напомню вам, мы говорим про саппорта. Не забывайте саппорты. Это Кура, это Варды, Обсерв Вард, Центри Вард, это Смоки и так далее. Они должны делать все возможное, чтобы защитить своих кэри-героев. Я всегда об этом говорил. Начальной стадии игры, когда они не особо сильны. Пример тому Crystal Maiden. Дюребл, танк. Герои, служащие надежной опорой в команде. Обычно у таких героев много здоровья и защиты. Поэтому они могут получить огромное количество урона и не умереть. Они всегда стараются принять удар врага на себя, защищая слабых товарищей. Ну, естественно, эталон танков это Акс. Пушер. Пронесение Лайна. Основная цель героев уничтожение вражеских башен для быстрого завершения игры. Пока вражеские кэри не стали слишком могущественными. Также они мешают противнику получать опыт и золото. Напомню вам, самое главное, Пушер обладает способностями для быстрой остановки вражеских крипов. Тоже идеальный пример тому. Энигма. Великолепный Пушер. Нюкер. Герои, имеющие сильные способности с относительно небольшим временем перезарядки. Такие герои в основном полагаются на силу своих заклинаний, нежели ударов с руки. Ну, например, Тинкер. Искейп. Спасение себя в опасных ситуациях. Это герои, у которых есть способности, позволяющие им быстро убежать из драки, спасаясь от смерти. Особенностью этих героев могут быть способности невидимости или телепортации. Они также могут внедряться в битву, используя элемент неожиданностей. Скажу я тебе, чувачок. Пример. Рики. Рики Шмару. И дальше идут уже дополнительные роли. Хардкерри. Герои, которые очень сильны в конце игры. И в большинстве случаев способны в одиночку расправиться с несколькими противниками. При условии, что у такого хардкерри имеется хороший уровень и артефакты. Ну, пример тому антимаг. Полкерри. Герои, которые обычно сильны в начале и средних этапах игры. Обычно такие герои занимают центральную линию, пытаясь получить больше единиц опыта и золота. Пример. Инвокер. Ганкер. Герои, специализирующиеся на быстром убийстве соперника. Они не дают врагу должным образом получать опыт и золото за убийство крипов. Ганкеры, как правило, играют в агрессивном стиле. Их главная цель – останавливать прокачку героев противника, оставляя их беспомощными перед союзниками. Пример тому нукс. Роуминг. Бродяга. Герои, которые на ранних этапах игры могут вместо прокачки на линии активно перемещаться по карте с целью убийства вражеских героев. Пример тому привет Мирана. Оффлайнер или Хардлайн. Герои, которые способны стоять в одиночку на сложной линии. Такие герои могут спокойно стоять на таких линиях в одиночку, зарабатывая быстрый опыт. Но они чаще всего теряют голду, потому что враги не дают им фармить. Пример тому Клокверк. Все. Я вам перечислю все роли в доте. Напишите в комментарии, за какие роли вы чаще всего играете. Мне будет очень интересно прочитать. Ну и соберу для себя статистику. Поставь лайк. Напиши комментарии. Подпишись на канал. Субтитры создавал DimaTorzok